Можно чуть-чуть потише? Мы были на этой неделе в гостях у Благовеста Белева по приглашению его. И он оценил, то есть он говорит, что у нас практически мы одна из немногих церквей в Болгарии, которая постоянно поставляет на болгарско-христианское телевидение, ну, такую, может быть, немножко нескромно прозвучит, качественную видеопродукцию. Ну, такие служения, прославления. Ну, минут 15 он говорил, какая у нас группа прославления прекрасная, какие у нас певцы. Говорит, у вас, наверное, очень много уходит времени на репетицию. Наверное, вы очень часто встречаетесь. Мы говорим, у нас, к сожалению, нет времени. Не то, что нет времени. Мы снимаем зал под наем, и поэтому у нас сейчас все меньше и меньше нам предоставляется места на репетицию, потому что зал постоянно занят, здесь проходят другие служения. Сейчас я сам попробую немножко. Чуть-чуть потише. Да, так лучше. Спасибо. Мы прославляем Бога практически без репетиции, потому что нет возможности репетировать. Тогда благо сказал, ну, тогда понятно, что у вас какой-то природный дар, что вы от природы такие талантливые, и вы начинаете петь, и сразу небеса спускается. И потом он также меня спросил, откуда вы черпаете свои откровения, свои проповеди, и есть ли время у вас на подготовку. Ну, я говорю, на подготовку время есть. Слава Богу, что в 90-х годах, когда вспыхнуло пробуждение по всему Бывшему Союзу, и слава Богу, что мы первые проповедники того времени, мы проповедовали тогда по 3-4 часа без остановки. Вот это, ну, моя супруга еще это помнит. Если я начинал проповедовать, меня было трудно остановить. И это откуда-то лилось. Один даже так из прихожан спросил, откуда он берет слова? Потому что речь вот так льется, и я не успеваю даже думать. Четыре часа без остановки. Он говорит, откуда он берет слова? Оттуда? Откуда еще? Ну, не из головы же своей, у нас таких запасов нет. И я просто поделился с благовестом, ну, я думаю, что он имеет точно такой же опыт, говорю о том, что я живу по псалму номер один. Блажен муж, который не ходит на совет, не счастливый, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но о законе Господнем он размышляет день и ночь. День и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лис, которого не вянет, и плод, который приносит во время свое. Псалон номер один. Я его знаю наизусть, и я делюсь опытом, что, ну, конечно же, я не сплю, как правило, с субботы на воскресенье, я помолюсь Бога, чтобы Бог дал такую свежую пищу, свежее откровение. И я черпаю свои проповеди непосредственно с небес. Но основной мой навык с того времени, который пошел, это то, что я думаю о Боге, о Его законах, о Его заповеди день и ночь. День и ночь, без остановки. Мой навык заключается в том, что я постоянно советуюсь Богом, потому что Дух Святой нам дан как советник. Дух советник, я постоянно спрашиваю у него, что покупать, что не покупать, туда идти или туда не идти, и постоянно это вот в этом, в каком-то вот таком общении 24 часа в сутки. Суббота – это исключительный день для нас. Мы его, как в нашей семье, у нас это семейный день, мы его посвящаем семье, покой Господний, мы общаемся с Богом. И суббота, воскресенье – это уже тоже такой навык, что Бог не дает мне спать, у меня нет сна, я просто всю ночь размышляю, открываю Библию, читаю, вопрошаю Господу, спрашиваю у него различные вопросы, и Бог дает каждый раз свежие проповеди. И у меня есть такой опыт, опять же, когда я целую проповеди получал просто непосредственно, то есть просто шла какая-то определенная диктовка, я слышал этот голос ясный, просто повторял, просто повторял. Поэтому мои проповеди длились по 3-4 часа без остановки, я при этом даже не задумывался, я не думал, о чем я говорю. И люди получали очень обильные наставления, учения. Ну, сегодня у нас, слава Богу, сегодня вы немножко от меня отдохнете, хотя я буду, опять же, в качестве переводчика, у нас дорогой гость, наш хороший приятель, церковь Сион, которая здесь вот, ну, сегодня утром я там проповедовал, пастор церкви Сион, Любомир Шваров, мы давно с ним знакомы, это одна из церквей, в которых я вначале проповедовал, то есть я, когда мы приехали с супругой, мы обошли все церкви и делились тем видением, что Господь видит здесь для Болгарии, а нас немножко засвидетельствовали, почему Господь нас здесь видит, и просто предложили сотрудничество некоторым церквям, ну, кто-то оказался, кто-то согласился, но, слава Богу, что вот пастор Любомир, он предложил руку дружбы по Писанию, да, чтобы нам дружить с церквями и сделать совместные какие-то определенные проекты. Давайте мы поприветствуем пастора Любомира Шварова, у нас в гостях. Я буду сегодня в качестве переводчика. Слава на Господа! Слава Богу! Радуемся, да верим, мили хора. Очень раз вот видеть добрые люди. Когато се намерам в тая зала, аз съм от дома. Да, когда я нахожусь в этом зале, я чувствую, что я дома. Потому что мое прошлое тесно связано с этим зданием, с этим двором. Очень много лет тому назад я был пастором в этой церкви. Немножко попозже мы собрались вместе с пастором Николаем, как кончим. В 99-е годы. И 10 лет мы были работниками на Божьей Ниве, точно на этом месте. И один день Господь мне показал нуждата на този город. Както си бягла в дома и се подготвих за богослужението, което предстояло вечером бить. Видел своими глазами, как мое тело осталось за моим столом, за Библией. А един глас ми казва, ела да ти покажа нуждата, която аз имам от служителя в този град. И тогава усетих как се прилепим до личност, която не виждам лицето, но виждам бялата дреха, с която е облечена. И тогда я просто почувствовал, как я плечом прилепился к одной светлой сущности, которую я не увидел своими глазами, но я видел, что он стоит за плечом. И мы полетели от моего дома в сторону Св. Константина Елена. И оттуда мы полетели в сторону центра города. И я за първи път в моё живот видях варна от птичьего поглед. И гласът до мен ми каза, виждаш ли, всички църкви са подредени на едно място. И голос ме сказал за плечом, видиш, все църкви мои, они выстроены в одно место в городе. И аз за първи път усмислих този факт. И я первый раз в жизни осмыслил, осознал этот факт. Никога до тогава не бях се замислил, че църквите са буквално през улица. Да, я тогда даже и раньше не думал, что църкви так, буквально через улица находятся. Първата на Стефан Караджа е на 20-ти, после методистите, после 50-тната, после баптистката. Мога по-нагоре друга Божия църква, още една Божия църква. И всички, няколко църкви са в един малък периметр. Да, т.е. вы понимаете о том, что вот как църкви здесь вот так идут, о том, что църковь адвенцистта седьмого дня, методисты, 50-тната църковь, баптистта, они вот так вот, буквально выстрелены по какому-то одному периметру. И след това продължихме, стигнахме до края на града, до последния квартал в Владиславово. Да, и мы продължили и дошли до квартала Владислава, который находится на окраине города. И когато минахме просто тук, светофарен отец Паиси, до Владиславово нямаше нито една църква. И когда мы долетели до светофора, там до Владиславово, там мы увидели, что там нет ни одной църкви больше. И гласът на този мой водач ми каза, виждаш ли, само този квартал са 60 хиляди жители. И тогда этот голос мне сказал, вот видишь, вот этот квартал Владиславово, только вот в этом районе находятся более 60 тысяч жители. И когато се върнахме, аз наистина усетих този товар вътре в моят дух. И когда мы вернулись, я просто пережил, что у меня в моей душе появилась такая ответственность. Как будто бы кто-то положил на мое сердце ответственность вот за вот этот район. И изведнъж видях как се приближаваме до моят дом, видях моята къща и видях си тялото през прозореца и след малко се намерил в себе си. И тут же я увидел то, что как я возвращаюсь домой, увидел свое тело через окно, влетел и обратно вернулся в свое тело. Но это была одна такая точка переворота в моей христианской жизни. Чуть-чуть позже Бог дал мне еще одно подтверждение точно для этого откровения. И я ясно чух негови глас. Я ясно услышал голос. Оставь свое Отечество, оставь свой дом и отправляйся след за мной. Скъпи сестри и братя, вы сте дошли от различни места. Дорогие братья и сестры, вы дошли с разных мест. Някои сте от различни други континенти, может быть. Может быть кто-то от вас дошел с другого континента вообще. Но изключително е трудно това да чуиш Божия глас и да оставиш всичко и да трениш да следаш Господа. Я понимаю, что изключително трудно, когда надо вот так все оставить и просто пойти след за Господа. Вие разберете ли, аз съм роден в тая церковь. Вам надо необходимо просто понять, что я родился вот в этой церкви. Като малко, както ваши лица, съм минал от ръце на ръце в ръците на вярващите в унези години, в който съм был дитей. Да, как маленький ребенок я просто вырос на вот этих руках, которые передавали мне из руки в руки. Старите пастери на церквата, Йосиф Кокончев и Хирменек Кокончева, Аз же виждам тяхния внук тук, Бог да го благослови. Да, старые пастери, Кокончева. Те са биле кръсници на моите родители. Они были крёстами моих родителей. Аз съм израснал в ръците на тази церква и изведнъж Господ ти казва остави всичко това, толкова хубаво в центъра на града и отиди в нищото и започни отново. И в един момент Божий голос мне сказал остави это церковь, остави это здание и иди туда, где... И наистина беше един много специален момент. И аз вярвам, че имах нужда от директното Божие водительство, за да последвам Божията съвршена воля. Но воистина это был довольно такой момент в моей жизни, когда мне нужно было просто вот так, просто принять решение и твёрдо двигаться за голосом. Това, за което искам да Ви говоря днеска е не се отказвай. То, о чём хочу с Вами поговорить, это слово не отказвайся. Я знаю, че идват трудни моменти в нашия живот. Я знаю, че бывают в нашей жизни трудни моменты. Знаю, че има несюборни неща в нашия живот. Знаю, че в нашей жизни бывают такие очень шатки моменты, нестабильности. Ни не винаги имаме ясната картина пред нас. Но очень важно, чтобы перед нами была ясна картина. И каквото и да се случва, ние трябва да стоим твърдо след думите на нашия Бог и да Му се доверим на 100%. Что бы ни случилось, мы должны твёрдо стоять на Божьем славе и доверять Ему на 100%. В Евреите има едно слово, което се намира в 10 глава. Посланник Евреем в 10 главе есть одно слово. Което казва така. Иде написано так. 10 глава на Евреите стихове 38 и 39. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Много които се дърпне назад, няма да бълголи в него душата ми. Вие обаче не сте от тези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вървят и душата им се спасява. Амин. 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 Да, Бог много раз показывал чудеса, кормил их, ну вы сами знаете о том, что периодически кормил там перепелами, там хлеб, хлеб давал с неба, не давал им, чтобы они почувствовали какую-то нужду в чем-либо. Но те последние, которые шли в конце Израиля, они повернулись и увидели о том, что и начали кричать и вопиять о том, что Египет гонится за нами, колесница фараона гонится за нами, они сейчас всех нас истребят. И они повернулись к Моисею и говорят, что теперь будем делать, они сейчас перебьют всех нас. Моисей дигнал ръци к Господа и каза, Господи, кажи, какво правим тук нататък? Моисей повернулся к Богу, поднял свои руки, Господи, что мы сейчас будем делать? Много пъти ние по същия начин в нашия христиански живот стигаме точно там до проблема. Точно так же мы в своя христианска жизнь очень часто просто приходим к таким тяжелым проблемам. Может быть, мы потеряли работу, может быть, у нас возникли какие-то другие проблемы, может быть, врач пришел в нашу жизнь и сказал, что у нас какая-то болезнь. Ты се кръщаваш малко, а? Малко да. А слушаю. Я разумею, когда говорят по-русски, но трудно говорить правилно по-русски. Та так, проблем стоит пред нас. Проблема стоит пред нами. Единствената победа е тогава, когато се доверим на Бога. Единствената победа, когда мы полностью доверяем се Богу. И Бог каза на Моисей, вървите напред. И Бог сказал, Моисей, идиди вперед. И те бяха в недоумение. Защо? И они били в недоумение. Планена, пясъци, насреща се виждат възвешение. Изведнъж пред тях се оказва Червеното море. Да, они туда-сюда смотрят, а потому что там пустыня, там гора, перед ними красна-красная моря. И в един момент... Червено море. Да, Красна моря. И тогава те казват, къде отиваме, какво се случва? Обаче Бог му казва, вървите напред. И что мы сейчас будем делать? Перед нами море, здесь пустыня. Куда нам идти, что нам делать? Бог говорит, все равно идите вперед. Кога мислите, че се отвори морето? Като сидяха на бейра отдалече, го гледаха. Кога вы думаете, че Красна моря открилася? В тот момент, кога не просто вот так сидели и просто, ну, там... Морето се отвори тогава, когато те влязаха и тръгнаха по него. Красна моря открылась в тот момент, когато Израил вършел. В момента, в който те приближиха бреговите на морето и почнаха да навлизат навътре морето са отвори. Именно в тот момент, кога они винулись, Красна моря просто раздвинулась и просто... Чудото винаги става тогава, когато ние вървим с вяра напред, без да се отказваме. Чудо произходит именно в тот момент, когато мы двигаемся с вяра и без да се отказваме. Имаме много примери в Словото, които показват тази причина, поради която ние получаваме нашето чудо. Има много примера в Библии, когато мы получаваме тока в тот момент, когато мы не отказваме си и идем до конца. По-късно имаме същата картина, когато трябваше да преминат към Ерихон с Исус Навин. И отново виждаме там на реката Иордан, нещата се повториха. Да, попозже мы опять видим примера, уже с Исусом Навином, когато Израил подходит к реке Иордан, и там повторяется вот эта история. И там Бог отново им каза нещо много важно. Свещените си да влизат с Ковчега на Завета. Да, и там Бог им сказал, чтото очень важно. Приказал по-свещеникам, вместе с Ковчегам, просто двинуя се через Иордан. Може би всички гледаха реката, как си още по-новодна, и никой, може би, не смееше от останалите, но от свещените си тражат да влязеш от Ковчега на Завета беше с тях. Да, может быть, кто-то усъмнился и сказал, ну как мы, куда мы пойдем, там велика река Иордан, но от свещенников требовала свера, то, что они возьмут вот этот Ковчег и просто пойдут свера. Днеска ние нямаме Ковчега на Завета, но имаме Святия Дух в нас. Сегодня у нас нету Ковчега Завета, но в нас живет Святой Дух. В нас е помазанието на Господа. И Бог по никакъв начин не иска да чакаме. Господь иска да вярваме, да вървим и да вземем наше чудо. Да, в нас сега святое помазание и Бог ждет, когда мы просто двинемся с верой и возьмем наше чудо. Затова словото на Господа не казва, не си отказвай, каквото и да става, върви напред, защото Господ е с нас, Той е нашата сила, Той е нашата крепост, Той е нашото уръжие. И поэтому Божие Слово говорит, не отказвайся. Бог наша сила, Бог наша оружие, Бог си да даст силу, чтобы можно было достичь превозмочие. Някой ще каже, да, всичко това е добре, Той беше в Стария Завет, обаче, какво да кажем за нещата, които се случват по-късно, в Новия Завет? Да, кто-то може из вас сказать о том, что, ну, это Стария Завет, но тогда давайте перейдем к Новия Завета. В Новия Завет виждаме същия почерк на Бога, виждаме същите приеми, виждаме, че ключът за действие, за чудото в нашите животе е същия. В Новия Завета мы можем увидеть о том, что Бог тот же, Он не изменился и ключ нашего успеха, Он в принципе его оставил за теми же. Помните ли Исус, когато беше на сватбата в Кама Галилейска? Если вы помните, когда Исус был на свадьбе в Кане Галилейской. Какво случилось там на Кане Галилейска на сватбата? Что там случилось? Какво сварши? Виното сварши. Вино кончилось там. И какво? Утилха да направят. И что? Управител на сватбата. Управитель свадьбы. Испрати и не момци здравияки. Отправил таких молодцов здоровых. И им каза, уйдите, намерите вино, что то случилось? Сватбата не може да приключи заради това, че няма вино. Да, я приказал им принести вино, потому что свадьба без вина. Откъде ли да го намерим това вино? Няма, свърши. Да, и они сказали, но где мы найдем вино? Вино кончилось. И тогава, може би, някой им каза, абе, Иисус тук с майка си, тук учениците, може нищо да случи. И отидаха при майката на Иисус да худатайстват. Да, и они сказали о том, что тут великий учитель, тут Иисус Христос со своими учениками. Давайте к ним пойдем, попросим, може быть, они что-то сделают. И заметьте, что мать Иисус Христа сказала что-то очень важное. Отидете, и какво Ту ви каже, стурете. Идите, и какво Он скажет вам, показала на Иисуса, то делайте. И те отидаха при Иисус, и казаха, няма ми вино, свърши виното. И сказали, вино кончилось, больше нету вина, что делать? Иисус кое им каза, не бойте самочета, не се притесняете. Иисус, что им сказал? Не бойтесь. Ето ви, водичка. Вот водичка. Налейте там фуни, сделави ритуалните. Да, вон там стоят вот эти сосуды ритуальные, полной воды. Напълните-ка с водой и ги занесите на началника на свадьбу. Напълните их оттуда с водой и несите на свадьбу к распредителям. И те, всякие момчета, и те, здоровые, молодцы, сигурно сказали, тост нещо не е добре. Нет, точно, всичко точно. При виждам точно. Да, да. Тези момчета сигурно си казаха на себе си. А, разбрах. Аз помысыл, че аз не с им добре. Малко, много. Втората служба, да, така че. Малко, много. Да, и наверняка эти ребята сказали, он, наверное, немножко того, что он приказал нам так, ну, воду нести, но что сейчас скажут люди вообще. Той накара да взем вода, да налием в те делови и да занесем, че течение обезгувят. Да. Сейчас мы понесем эту воду, принесем на свадьбу, они там немножко подвыбившие, так они нас там подигравят. Как можно такое делать? И в един момент... И в един момент... Группата от няколко човека сигурно единяка аз с отказом. Ви, ако искате пройти таз, турки, аз не мога да взявам участие. Да, да. Один наверняка сказал, вы знаете, я не буду в этом участвовать. Вы там делайте, что хотите, я пошел. А другия, като видяй, то есть ка, я заминал. Как же налим вода, налейши носа там на город? Думано ли става? Да. И второе тоже так же. Войне я тоже в этом не буду участвовать. Я не хочу быть. И может быть, и другие, и следващие всички две бяха решили да с алкашлицы. Может быть, и другие решили отказаться. Обаче, единя каза, чакай, чакай. Но един сказал. За что заминавате, момчета? Той каза, да вземем вода една на немеда. Какво им коства, да опитаме. Да. За что трябва? Майка му каза, каквото и кажешь, турети. Дайте да го направим. Что нам мешает сделать то, что мама его попросила, но он сказал, да, но казалось бы, на нем ответственность. Давайте мы эту воду возьмем и принесем. Но что нам от этого? Другите сигурно паку просто и казали, не, не, дума да не става. Не може да станат така нещата. Сколько раз в нашей жизни приходила такая ситуация? И твоя супруга сигурно тебе казала, ах, Фанни, может достанем по той ночи? И, например, твоя жена тебе может сказать, нет, такого не может случиться, и это не может произойти. Или пак жена ти споделя нещо за работата, за някаква промяна, за сокращение, и ти казала, не може просто, със сигурно с тази трябва да бъде сокращената. Да, или супруга говорит о том, что вот сокращение на работе, и ты говоришь, не може да то бъде, ну, не могу от меня сокращать. А я не могу быть человеком, который бъде сокращен. То есть, по-человечески мы видим то, что может произойти логически. Но у Бога есть сверхъестественные способи решения наших проблем. Да, и Бог хочет показать о том, что Он всех нас держит, или каждого из нас в отдельности держит в своей могучи руке ситуацию. И на една края, въпреки страховете си и беспокойствата, те отидаха и наляха вода в деловите. И въпреки всем своим страхам, сомнению, они все-таки, ну, кто-то пошел, по крайней мере, и налил. С 720 литра вода. 720 литров воды. Наляха в те с делови. Налили вот в эти сосуды. Шесть делови. Грабнаха гите. И една след другая ги закараха там. Шесть больших сосудов взяли. И сигурно время на время някой поглеждаше. Ох, чакай, да испочина малко. Бе, пак вода, бе. И вероятно, кто-то, когда нес, пока нес эти сосуды, так вот, два немножко передохнем и так пробовал вино это или вода. Обаче, когато отидаха и оставиха деловите. Но когда они все-таки донесли, оставили там эти сосуды. И управителя на тържеството, зима, с чашата. Да, и управителя все-таки зачерпнул, взял эту чашу. И Гладов пика, това е най-худлото вино, което имаш. Да, и попробовал это вино, говорит, я такого вино вообще в своя жизнь. То е по-худло, това, което до сега пихме. Какое прекрасно вино. Это еще лучше, чем то, что мы пробовали. Кога стала чудото, скъпи хора? Когда стало это чудо, драгоценные братья и сестры? Вот тук до там. Докато из воровяха това расстояние, чудото стало. Или когда шли, совершилось это чудо? Того, което трябва да не забираем, чинить ряды с пираме и да с обрштам. Все, то, что нам нужно опомнить, это нам нельзя останавливаться. Мы не сме от тези, които се връщат назад, казва Солос. Мы не сме от тези, които вярват, слава на Господа. И няма значение, колко си малко в очите на някоя. Важното е, колко е голям твой Бог. Няма значение, какви са твоите проблеми и колко са големи. Важното е, колко е голям твой Бог. Нет никакого значения, насколько ты малким, маленьким ся считаешь. Или насколько считаешь, как велика твоя проблема. Наш Бог, Он более великий. Върви по пътя на твое чудо, защото то стои и Господ го е приготвил за тебе. Иди по пути к своему чудо и Бог соверши свое чудо, твое чудо. А я верю, че всеки един от вас може да бъде запален, може да бъде помазан, може да бъде благословен. Може да има всичко вове, в което вярва. Да, я верю, че каждая из вас може да бъде просто помазан, просто наполнен силой и соверши то, что Господь приготовил для него. Важното е, човек да не се отказва. Важно, чтобы человек не отказался. Ще разкаже една история. Буду разказывать еще одну историю. Един брат християнин от Англия, един брат християнин из Великобритания, един ден Господ му казва. Един ден Бог му сказал. Трябва да отидеш в ели кое си племя, в ели кое си народ и там има една група хора, които са дарвари в една местност. И Бог му описва абсолютно всичко, дава му като на карта целия път и му поставят тази отговорна задача да изработи това с вяра за тези хора. Вот один раз Бог ему говорит о том, что тебе надо отправиться в такое-то, такое-то племя, найти таких-то, таких-то людей, которые являются дирвари, дирвари, это не знаю, плотниками, дирвадильцы, дровосеки, дровосеками, прямо буквально нарисовал ему карту, как найти это племя. И този човек започвал да събира пари, купил си билет за кораба, пропътувал расстояние, загубил много време. И наистина, пристигайки в дареното пристанище в този град, намира точно такава кола, която Бог му описал, качва се в този джип, джипа го кара до определено расстояние. Да, и этот человек начал собирать деньги, купил билеты там на корабль, ну, сел на корабль, поплыл в ту местность, по этой карте нашел это племя, потом увидел, нашел в одном месте точно такую машину, которую Бог ему показал, сел в этот джип, поехал. И машина-то го закарывал далече в горатах, и всичко было по описаниям, което той имел от Господа. Да, и машина, ну, то есть на машине он добрался до той местности, и все было точно так, как Бог му описал. Казал на машината, стоишь тук, докато се върна, търгал по пътеката, която също Бог му показал при Литва. Сказал водителе, ето ваджи, стой здесь, жди меня, пока я пойду по этой тропинке туда наверх, в ту местность. И той вървявал около два часа, докато стигне, една барака. Барака какова? Барака, дървена къща. А, барака, барака. И он два часа, он шел, поднимался по вот эти тропинки, пока не дошел до барака. И когато наближил и видял къща, си казал, е, 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 намерях я, най-после, сигурно, хората са вътре и шма чакат. Да, и он подошел, говорит, наконец-то я нашел, наверное, меня здесь ждут люди, которые ожидают меня. Бачи, когато влязвал вътре, няма уникой. Однако, когда вошел туда, внутрь барака, он видел, что там никого нет. И в първи момент, всеки от нас би се разочаровал, нали? Да, в первый момент, что каждый из нас би разочаровался. Той огледал, огледал, няма никой, излязал вънка, жива душа няма. Да, он посмотрел, внутрь никого нет, вышел оттуда, посмотрел, опять же никого нет. И звикнал, ехо, ехо, няма никой. Начал кричать, только ехо слышно, никого нет. Влязал вътре? Опять вошел внутрь. Сложил там един сундък, изварил си библията. Да. Дървен сундък. Да, вытащил свой деревянный сундук, открыл его, вытащил свой библио. И започнал да проповядва с едно, че има 300 человека пред него. Да, и начал проповядовать там, как будто бы там сидела 300 человек. Никой няма. Никого нет. А он проповядов. Свършил си проповеда, призвал хората за покаяние, взял си библията и се цеменал. Закончил проповеда, призвал людей к покаянию, събрал свой библио обяд в сундук и пошел. Чакал го от джипа, качал се обратно, стига в града, прибира се в Англия след някакви днена. Внизу его ждал джип, он садится в джип, опять сел на корабль и вернулся обратно к себе в Англию. И не може да проумее, защо всичко това се случва. И он не може поняти, сиди тако думай, да тощо. Много пъти се връща към тази история в своя живот. Пита Господа, защо Ти ма накара да отида там на толкова хиляди километри, в тази гора, в тази джунгла и накрая да няма абсолютно никой. И спрашивал, въпрашавал Господа, зачем Господе Те мне все это дал, чтобы я туда путешествовал, вот в этот, ну просто, не знаю куда, в такую даль, чтобы там никого не было. Един ден, след 12 години. Двенадцать лет спустя, один день. След 12 години? Да, 12 лет спустя, да. Той минал по един лондонский мост. Он проходил через один лондонский мост. И един человек. Один человек. Го гледа. Смотрит на него. Хванал го и казал, познахте, Ти беше. Я Тебе узнал, говорит, схватил его за локоть. Это Ти был. Пак го гледа. Той казал, имате грешка, аз Него познал. Это проповедник говорит, вы, наверное, ошиблись, я вас не знаю. Не, 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 Ти беше. Не, это Ти был. Аз не мога да заправя този момент. Я никогда не забуду этого момента. Преди 12 години, вы бяхте, еди, къде си, на или кое си място, и проповедвахте в одна барака. И там аз приех Иисус Христос за мой Спасителен Господь. 12 лет тому назад, вы приезжали к нам на корабле, там просто подымались в одно селение, в одном бараке, проповедовали, призывали к покаянию. И я покаялся там. Аз бях един от дроварите. Я был один из дровосеков. Не, точно този день, не отидахме много рано с острента. Тоже, все, чето е много далеч. Да, точно этот день мы все дровосеки пошли туда, а очень рано утром в одну местность рубить дерево. Но бяхме забравили един инструмент и аз съвърна да ги вземам. Да, но забыли одни инструменты и мне пришлось возвращаться. И глато аз съвърнах, чувам някой да говори в бараката. Кога я вернулся, я услышал, чтото кто-то в бараке говорит, разговаривает. И през покнатините на бараката гледам, един човек стои и проповядва за Исус. И через щели тоя барак, а Исус с внешния стороны я смотрю, что кто-то там проповедует об Исусе Христе. И аз за първи път в моя живот чух, че Исус Христос е умрял за мен. И я первый раз услышал тогда, что какой-то Исус Христос умер лично за мен. И всичко това, което казахте, то просто влизаше в моето сърце. И все, что вы там говорили, айно просто, вошло в мое сердце. И аз стоях от вънка на бараката между покнатините и гледах, и слушах, и плаках. И я стоял там снаружи от това барак, а смотрел через щелочко на вас и плакал. И накрая, когато вие казахте, кой е готов да приеме Исус за Спасител, аз паднах на коленици и съм молих заедно с вас. Достойте, Дух, толкова много беше така привзял мое живот в това момент, че аз продължавах да плача за моите грехове и стоях там до бараката, редайки и моляйки се пред Бога. И когато встал, чтобы вас увидеть, чтобы вас обнять, начал вас искать, но вас уже не бало. Да, искал вас, но смотрю, что вас уже просто... Въднага се върнах при моите колеги. Вернулся к своим дровосекам, к своим колегам. И силата на Святия Дух беше върху мен. И сила Святого Духа была на мне. И всичко мое, което аз преживях до бараката, им го преразказах на тях, и те паднаха, и те се покаяха пред Господа. И все, что там у барака пережил, я все ей там переразказал, и они упали, начали плакать. И Бог благослови всичките си мъжи. И Бог благослови всех, отчих мужчин. Те се покаяха, приеха Христово Спасител. Они все покаялись, приняли Иисус Христа за Своя лично Спасителя. И сега четирма от тях са пастори, трима са мисионери, и другите проповядват Словото. И сейчас четвера из них пастори, три мисионери, и они проповедуют Божие Слово. Тогава покорният човек на Господа разбрал, защо Бог го завел там. И только тогда этот Божий человек, проповедник, он понял, почему Бог его туда отправлял. Това, което Святе Дух иска да ти каже, тази служба, е, не се отказвай. Что именно сегодня хочет тебе сказать Святой Дух, не отказвайся. Той може да се откаже да се върне. Той, този човек. Да, этот человек мог бы отказаться. Мой же, когато види празната барака, да се вземе багажа, да се стригне. Не дойти до конца и просто вернуться назад. Може да каже, Господи ти, защо му довели тук, а то няма никой. И просто с чувство на яд и на зажаление да се завърли. Да, мог бы так сказать, а то, что Бог в бараке никого нет, и просто взяви свой сундук с акваяш и просто развернуться назад. Това, което трябва да запомниме, че Господ иска да му вярваме и да направим това, което трябва. То, что нам необходимо сделать, е да поверить Божьому Слово, то, что Бог сказал и сделать это. Има нещо много интересно, което аз харесвам и обичам. Кое, что интересно, то, что мне очень нравится, то, что люблю делать. И тя е една история, която е свързана с ини прокажени хора. Это одна история с одними прокаженими людьми. В Лука, в Евангелие от Луки, в 17 глава, Словото ни говори за една группа прокажени. В 17 главе, Библия говорит за една группа прокажени. И тези хора, разбира ли, те живееха извън населеното место. Эти люди, они жили вне населеного пункта. Те бяха далечи от своите съпруги, от своите лица, понеже бяха болни, прокажени. Они были далеко от своих семей, от своих детей, потому что они были закажены. А според закона и според тяхната вера, те нямаха право по никакой начин да се доблежат до никого, защото се считаха за нечисти. Да, по закону Моисеева, они не имели право вообще подходить кому-то, и тем более прикасаться, потому что они считались по закону, нечистыми. Однако кто-то им когда-то сказал о том, что вы знаете, есть один учитель, есть один целитель, который может вас исцелить. Един день те виждат толпата как се приближали, и някои междунах сигурно казват, това трябва да Иисус. И наистина те виждат Иисус там, между останалите, и почват да викат, Иисус е молиться, участина от проказата. И действительно, кто-то из прокаженных узнает Иисус Христа, и начинает кричать, Иисус, мы просим Тебя, исцели нас. Ето, словото казва в 13 стих, те викаха силно, Иисус е, наставнико, смили се за нас. Иисус е, смили се за нас. 13 стих. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Иисус, като ги видя, обърна се к нам тях, и какво им каза? Идете, покажете се на священниците. Что им сказал Иисус Христос? Пойдите, покажите священникам. И вижте, скъпи хора, отново между тях има сигурно някакъв разговор. И какво направися Иисус? Не го изюгахме, мислихме, че той ще дорише, запомоли за нас. А той, дурини, дуйде. Да, и наверняка кто-нибудь из них сказал, ну, что случилось? Ну, вот мы подошли к этому учителю, попросили, чтобы он нас помиловал, и что он нам сказал? Идите, покажите священникам. Той, дурини, дори, запомоли за нас. Он даже за нас не помолился. Някакъв тях казва за кодохорим, присвященниците, не сме цели не прокажем. Кто-нибудь из этих прохожонок наверняка сказал, зачем мы будем уходить к этим священникам? И, вероятно, там сидели и ждали, что, может быть, что-то с ними случится. И, вероятно, някакъв от тях каза, Вишко, а, бе, дайте да уходим, бе. Човекът каза, да уходим присвященниците. Да, и, опять же, наверняка, может быть, возможно, скорее всего, кто-нибудь из них сказал, ну, давайте бы все-таки сделаем то, что сказал нам Иисус Христос. Пойдем к этим священникам и просто покажем все им. Сигурно другия каза, защо да уходим, бе? Не видишь ли, целицами прокажем? Закво да уходим присвященниците? Другой бы сказал, ну, зачем ходить? Мы прокаженные. Ну, что там? Защото тогава, в унес времена, священники само удостоверяваха, те дали са прокажени или нет. Потому что в те времена священники только удостоверяли о том, что прокаженные, ну, вот это прокаженные, но не исцеляли. И въпреки всичко, обаче, някой сигурно каза, ой, хора, той каза, да отинем присвященникам. Знаете, да отинем, бе? И наверняка кто-то все-таки настоял, все-таки, ну, если учитель сказал, давайте все-таки пойдем. И когато отиваха, стиха казва, забележите. И когда они пошли. И когато отиваха, си очистиха. В момента, в който те отиваха, в момента, в който те вървяха нататък, започнаха, всъщност, да се очистивах. Именно в тот процесс, когда они пошли, написано, когда они шли, очистили с. Ако те мягаха си останали там. Если б они там остались на то месте, они никогда бы не очистили с. Но понеже поверваха, понеже се довериха, решиха да продължат и да вземат чудото. Но так как они поверили, решили продължать двигатся за своим чудом, пошли и очистили с. Так что чудо перед тобой. Искам да заверша, чтобы оставить это послание в сердце, и я молился, чтобы Святой Дух его просто запечатал. Никогда в вашей жизни не отказывайте. Никогда не возвращайтесь назад. Винаги да помните, да знаете колко е ценно и колко е важно да вървите напред и да се доверите на живия Господь. Давайте мы всегда будем помнить насколько ценно для нас всегда идти вперед, не останавливаться. Бог как е казал, няма нищо невозможно за мен. Бог сказал, нет ничего невозможно для меня. Така че върви по пътя към твое чудо. Так что иди по пути к своему чудо. Без да се сомняваш, с полно доверие. Без сомнения, полно сте доверие Богу. В 2013 година, в 2013 году, един супруг разговаря с своята жена. И в разговора той казва, на мен ми е вече много трудно да се справим с тази задача. В этом разговоре он сказал, а то, что для меня очень трудно справиться с эти задачи. Предполагам, че това е края. Не мога повече да направя нищо. Я предполагаю, че это конец. Нужно чудо, за да се оправят нещата. Нужно чудо, чтобы я выйти из этой ситуации. Така че, нашия малък ангел, ако не се случи чудо, той просто ще оти. Так что наш ангел, если чудо не свершится, он просто уйдет. Аз нямам възможности, не мога да пътя операцията и ако не стане някакво чудо, аз просто съпредавам. У нас нет больше никаких възможностей, у меня просто кончили деньги, нет денег на эту операцию, поэтому... Вамата, супрузи били много сокрушени от цяла тази история, наблюдавайки своето болно дете. Да, и двое этих супругов, они были просто в большом сокрушении, наблюдая как умирает их ребенок. Обаче в това време, за тяхния гръб била по-голямата индущеричка, однако, за их спинами находилась их более старшая дочка, която се казвала Хати, като разказала Хати, и тя чува какво си говорят баща и майка ѝ. И она слушала о чем говорит между собой отец и своей матери, и без да им се обажда, веднага отива в детската стая, и даже не предупредив, она просто пошла в детскую комнату, имала в яна кутийка някакви събрани парички, у нее там была в маленькой коробочке, были собраны кое-какие деньги, и сипала ги на легото, высыпала эти деньги на кровать, избурила ги, пересчитала, и прочела 1 доллар 11 цента, и насчитала там 1 доллар 11 центов. Зимала ги в майяк малката си рычичка, и хукнала навънка. Да, взяла еху. Малинка ручка и вишла наружу. От другата страна на улицата имала аптека. С другой стороны аптеки, в другой страна улица была аптека. И тя влязла в аптеката. А на ваш ланто, да. И без да се интересува, има ли хора, които да чакат, или каквото и да застанало пред гишето, пока пуснула се ръката вътре, казала, Чичко, искам да мне продадеш одно чудо. Бързо, шот братчето ми умира. Она засунула в это, несмотря даже на всю очередь, просто подошла к окошку, туда засунула свое ладошко и сказала так, дяденька, пожалуйста, продайте мне чудо. Той казал, но тут чудеса не се продават моите умниче, тут се продават лекарства. Аптекаре сказал, тут чудеса не продаются, тут лекарства. Аз искам едно чудо, бързо моляте, защото моето братче ще умре. Ето имам статинки, моляте, дай ми, защото моето братче ще умре. В това време, мъжът, който стоял и разговарвал преди това с аптекара, наблюдавал цият той диалог. В этот же момент, мужчина, который стоял в очереди, он должен был подойти и наблюдал за все эти ситуации. Обърнал съм к децето и казал, а какво му има на твоето братче? Не знам какво му има, обаче много боли в головата, не може да става, много е злее, и тати каза на мама, че той ще умре, ако не купя чудо. И девочка, она начала переселять, у моего братика болит голова, от какие-то пленые такие симптомы, что мама с папой говорят, что он скоро умрет. Тогава този мъж казал, аз виждам, че ти имаш точно толкова, колкото трябва за твоето чудо. Айде сега ма заведи в твой дом, да видя твоето братче, да го разтружите. Я вижу девочка, что у тебя ровно столько денег, сколько хватит себе на вот это чудо. Давай заведи меня к своим родителям. Тя го хванала за ръка, завела го в къщи. Она взяла его за руку, привела к себе домой. Той започнал да разговаря с неите родители. Он начал разговаривать с ее родителями. Посмотрел ребенка, защото никой не подозривал, че това е най-известният лекар по това време, доктор Карлтам Астрон, който е нервохирург. Никто даже не подозревал о том, что к ним в дом пришел знаменитый хирург Карлтам Астронг. И този човек, Господ го изпратил в определеното время, на определеното място. Бог его просто отправил в этот дом определено время и с Божията помощ направил най-перфектната операция на тварите. И с Божията помощ сделал великолепна операция этому ребенку. И то било съвршено, исцелено и здраво. И он бил абсолютно исцелен и здоровый. И всичко това съдължало на чудото, което малко дитя купило за 1 доллар и 11 цента. Да, и все это произошло, это чудо произошло за 1 доллар и 11 центов. Защото доктор казал, тази операция няма да ви струва на вас абсолютно нищо. Потому что этот доктор сказал, что эта операция вам не будет стоить абсолютно Вярата и любовта на вашето дете купили всичко това. Скъпи хора, Исус каза, ако не станете като децата, не можете влезти в Моето царство. Бог не очаква ние да се променим физически и да станем като деца. Но Господ очаква ние да имаме вяра като деца. Бог ожидае, что наша вера стане такой же децкой. И когда у нас есть такая вера, что мы можем довериться полностью Господе, тогда мы можем следовать везде. Тогава можем наистина да бъдем там, където Той не е казал да бъдем. И тогда мы можем оказаться там, где Он нас ожидае видеть. Пожелаем ви от сърце, желая от сего сердца, ваше сърцало да се изполват с верой. Ваше сърцало се използват доверие. И каквото и да става ваше живот да не се отказвате. Не сдавайте се. Идите по пути к вашему чуду. Може в глазах большинства это будет казаться смешным, то, что вы делаете. Но Той има последната дума. Но Бог всегда последнее слово. Я верю, что Бог вас благословит. Може ли да се исправим да благодарим на Господа? Святой Отец, мы тебя благодарим сегодня за то, что ты приготовил чудо для каждого из нас сегодня. и мы верим, что ты по един уникален невероятен начин можешь достигнешь миллион людей. Мы верим, что ты одним уникальным способом можешь достигнуть в один момент миллион людей. И мы верим, что ты имаш хора, которые обичаешь и которые продолжаешь и пазишь. и мы верим, что ты имеешь людей, которых можешь всегда вдохновить, всегда наполнить, всегда просто наполнить свои силы. И мы тебе молим все в этой церкви для русскоговорящих, чтобы эта церковь умножилась. Мы просим тебя, чтобы твое имя было просто здесь прославлено, возвышено. И те молим Господи за България. Нека тя да бъде едно място, където наистина многообразната твоя любовь да се излива вокруг всички унези, които те търсят, защото те ще те намерят. Мы просим, чтобы в этой стране каждый человек просто находил Тебя, Твое слава, Твое Божие присутствие, все то, что те приготов? Аминь. Благодаря Благодаря Благодаря